Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это повесть об одной простой женщине, об очень простой женщине и ее детях. Начинать эту историю надо издалека. Продолжение следует... 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 Она замуж пойдет, такая нечто в девках засидится. Она замуж пойдет, и я женюсь, тоже имею на примете. Плохо без хозяйки в доме ни прибрать, ни принять. Евдокия, Евдокия! Огорчицу подай. Да ты бери, бери студень. Она у меня мастерица студень варить. И наружность ее понравилась ему, и домовитость, и имя поразило. Он Евдокий, а она Евдокия. Судьба. Пока он странствовал, воевал, мужал, для него безвестно, скрытно, как лесной цвет под листком, подрастала эта белолицая Евдокия. Это ее, стало быть, он дожидался. В шашки играешь? Играю. Зашел бы вечерком как-то. В шашки сыграем, кровофон заведем. Ну что, зайдем в Боню? Ну что, зайдем в Боню. Вот что, Дуня. Эх ты. В жизни все бывает, это запомни, Евдокий. Все в жизни бывает, и объезжаться не надо. Когда свадьбу-то сыграем? А вы не тяните валенку, то играйте скорее. Прежде чем в свадьбу играть, хочу дом поставить. Где? Горсовет даст участок. Что, сам будешь ставить? Так это долгое дело. Не надо. У меня в деревне блины четыре брата. Позову, приедут, пособят. Братья приехали и построили дом. Свадьбу справляли в доме Авдеева. Хозяинчала теперь Софья, будущая мачеха Евдокия. У меня все стыдно. Не знаю. Таким, красивым, таким потоком. А ты чего не веселиваешься, а? А она у меня дикая. Ведь у людей дети, как дети. А у меня бог с ней, как волчонок. Вот по хозяйству помочь не допросишься. А читать где-то научилась. Ну, кого научилась читать-то, говори. Не скажет. Хоть пополам ее переречь, не скажет. Ну, ты скажи. Съешь, Наталья, сладкое. И какие дома? На базар пошла. Ну, потом зайду. Драчей думала занять. Что сосед хочу спросить. Тебе-то уж верно известно. Ахмед совсем уехал, что ли? Какой Ахмед? Ну, неужто не знаешь Ахмеда. Такого хорошего человека и непредварительного. Ахмед Татарин. Из Бакалейной латки приказчик. Зазнова Евдокийна. Гуляла с ним. Что ж не поженились-то? Ну, так Татарин. Отец воспретил ему, рассерчал и услал куда-то Ахмед. Значит, и сейчас его нет Ахмеда-то? Нету, сейчас нету. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Обмана взяли. И как бы это не предварить. Что порчили, что детей не вы. Не можно на детей иметь. Спортила себя. Ну, я пошла. Вот оно как. Вот, значит, как. Можно, конечно, развестись. Советская власть никого силком не принуждает жить. Можно оставить при себе, держать в умении, и сточил попреками. Ты, мол, несчастной обманом меня взяла. Точить и точить, чтоб стал тоньше спички. А это он и не умеет. Это так вообразилось. Она думала, Евдоким хороший человек, но скучно с ним. Молчит да молчит. То ли дело Ахмед. Всегда ты веселый, всегда ласковый. Сказки бывал сказывал, шутки шутил. Учил любовные слова по-татарски говорить. Хорош был Ахмед. Нет, не будет ему жены кроме Евдокии, думал Евдоким. Ведь вот обманщица, а все тянется к ней душа. Ахмед. Ты чего? Случилось что? Дядя Николич, дядя Николай дома? Нету, а тебе зачем его? Да. Господи. Господи, горячая да ты какая! Мамку в больницу отвезли, а папка помер нынче ночью. Я к дяденьке Евдокиму пришла. Ой. Папаш, ты папаша! И на кого ж ты меня спокинул? Похоронила она старика отца, а через неделю умерла и мачеха. Страшная болезнь прошла по земле. Сыпной тиф. Многих скосила. Папаш. Опять ты своя. Ну как же не помянуть за упокой? Ладно, пусть покадят бабы, если нельзя им иначе. Что ж девчушка-то теперь? У вас значит будет. А где ж еще? Ясно у нас. Понятно. Уверен. Опа. Игорь. Уверен. 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 Ну, а я тебе книжек понесу, Доточка. Любишь книжки? Очень. Донь! А! Делегантка пришла. Ой, господи. Делегантка из жена отдела, Неграмотных переписывает. Да ну. Да, у Марьюшки была, теперь тебе идет. Учился когда-нибудь? Или совсем неграмотная? Да чему я там учился? Фамилия ваша? Чернышева. Чернышева. Советская власть поставила задачу ликвидировать неграмотность в корне. Это один из самых главных заветов Владимира Ильича Ленина. Конечно, если бы с детства учили, как сейчас учат. Угу. А какой у них кавалер, у тебя? У кого? Учит ли? Трудные были годы. И голод, и эпидемия, и детская беспризорность, и контрреволюционные заговоры. Все было. И все же и учились, и в санаториях отдыхали в бывших дворцах. И уже строились первые электростанции. Волховская, Шатурская. По сравнению с нынешними небольшие станции. А тогда мы говорили, гиганты строятся. Гиганты строятся. Самосуд затеяли. Где сумка? Моя. Моя. Видишь, какая смесь. А? Без такой, без такой. Губы распустили. Паразиты чертовы, нефмены. Готовы человеку дарить за целковой. Пойдем-ка со мной, красавица. Ладно, ладно, давай печатаем. Дай умыться чертенку. Да покорми. Грязный ты какой. Весь дом зачумит. Ничего, переночуете, а завтра отведу к приемнику. Я холодной водой не могу мыться. Я малокровна. Скажи, какой нежный. Дай умыться чертенку. Дай умыться чертенку. Не дерись, зараза. Дяденька. Тетка дерется. Чего-ничего. Вот так. Иди покушай. Тебя как зовут? Андрей. Ну-ка садись-ка. Откуда ты? Вон, из Самары. А, отец, мать есть. Голодовку помнили. Андрей, вставать время. Заспался, брат, а? А где моя пальто? Мам, ты снимал свешилки моей пальто? Ну вот. Ты побольше води Уркагана в дом. Еще не то будет. Води, води. Тебе бы догадаться, поснимать с вешалки. Да попрятать. Ой. О, здравствуй. С ночевкой пришел или как? Я теткой больше не буду. Я тебе могу дров напилить, если хочешь. У нас заполчень. У него ботинки отняли. А жубейку где девал? Небось, загнал? А сам он голый да босый явился. Ну, зачем говорить, когда все ясно? Чего тебе ясно? Говори, не говори. В шубейке-то все равно нет. Нельзя голого босого человека на такой мороз погнать. Рассеялся. На полу кошка ест. А человеку за столом сидеть указано. Наталья не сектас. Ну, с тобой мыться молокромной. Вот, например, дети одной семьи. Брат и сестра Чернышовой. Наталья Чернышова очень способная девочка. И учится отлично. Что же касается Чернышова Андрея, то учителя с ним измучились. Дерзкий. Ленивый. Стараешься. Зря стараешься. Все равно твое дело какое. Подрастешь, выскочишь замуж и все забудешь. Неправда. Не забуду. А вот и врешь. Только замуж выйдешь, сразу все из головы вон. Я не выйду замуж. Врешь, выйдешь. Мам, ну зачем он говорит неправду? Не трожь ее. Ну что ты к ней пристал на самом деле? Сам не учишься и не даешь. Иди-ка сюда. Что делать будем? Неважно наше дело. Возьмите меня на завод. Скучно мне на парте с пацанами сидеть. И на заводе будешь так же лодори гонять. Не буду. Честное слово, не буду. Торусь твой убийца. Торусь твой. Все. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Хотя на день То было бы нам большое вспоможение Да Придется тебе съездить Антонина-то я помню Неработница Вечно стонет Евдоким взял отпуск и съездил блины И достались ему из братого наследства Двое детей и телка Да стой ты смирно Тетенька А почему Андрюша с Наташей Вас зовут мамой А мы с Катей Тетенька У Андрюша с Наташей матери нет А у вас мать жива Наша мама нас не захотела А ну молод ты еще мать-то судить Катя Поди-ка сюда Чего? А ты мне даст порисовать? А там, а там Ты тетеньку Дону Зови мамой Слышишь? Слышала к чему? Потому что наша мама Нас не захотела Что, значит она плохая? Ее не судьи, Катька Еще молода Ладно Это ты сам все нарисовал? Сам А что, разве плохо? Хорошо На, возьми А не жалко тебя? Нет, я сколько хочешь Таких могу нарисовать Только красок нет Бери мои краски Все, ничего Только тесто И к ноябрьским праздникам Второй этаж был построен Пролетарская улица Готовилась к праздникам Готовилась и Евдокия Опять навешаешь полный угол? Ну, как же не мешать Бога не видит Да нет его Бога-то, Доня Нету Ну, пусть так нет Да нету Да нету Бога – с небес Да нету СМЕХ Вот убавила, чтобы вас в партийных уварить. Пускай уж так. КОНЕЦ Ахмед. Пусти-ка увидит, кто. Иди. Жаным, как стемнеет, приходи туда, к булочной. Буду ждать. Здравствуй, моя красавица. Здравствуй, моя любовь. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ступай, я за дворю. Ты что, не спишь? Ступай, ступай, постынешь. Мам, где ты была? Тише, перебудешь всех. А никто не спит. Одна Катя. Папа и Андрюша пошли тебя искать. Ну, ложитесь. Ну, что ж вы, дурачки. Ну, ложитесь, говорю. Ну, пойдем. Мам, можно я у Наташи? Давай, Наташи. Ну, спи. Было совестно, что они, проработав весь день, ходят, ищут ее, и что дети не спят. Она хотела уговорить себя, что это ее дело. Она ведь никому никакого зла не причиняет. Не может быть такого правила, чтобы человек отказывался ради других от своей радости. Ну, никто не велит ему за мной бегать. Лежал, ты спал. Где ты была-то? Где была, где была. Товарку в родильнюю провожала. А тебе только бегать да срамить меня. Какую товарку? Машу. Проверить хочешь? Проверяй. Ступай, вон Андрей еще с собой прихвати. Ну, ты хотя бы являй, куда уходишь. А вот я тебе и объявляю, что завтрашний вечер я опять в больницу к Маше пойду. Слышал? Не кричи. Дай детям покой. Слушай, быстрее давай, некогда мне. Скорей, скорей. Идать Ахмед на свидание торопится. Не к прежней своей Ахмед, а? Ладно, ладно. Давай, поторапливайся. Вам кого? Тебя. Ты зачем опять явился? Безобранничать явился. Она женщина замужняя, семейная. Ты что себе позволяешь? Что ты, что ты? Да разве я что? Знакомы были, встретились, поговорили маленько. Не приучаю ее врать. Не позволю. Раньше надо было думать. Я же любишь человека, почему не женился? Милый человек, я рад бы жениться. Вера помешала. Вера у нас разная. Какая к черту вера? Вера называй. И выходит, 33 богатыря. С ними дядька Черномор. Самый главный богатырь. Мама. Ну, как-то Маша разрешилась. Не знаю, я не была у нее. А ну, а что дальше? Дальше? Дальше было так. Дальше было так. Тетька. Давай обсудим, что у нас с тобой получается. Не важно, получается. Что было раньше, то ладно уж. Но больше не хочу обмана. Хочу честной жизни. Хочешь, будь с Ахметом. Но потихоньку к нему не бегай. Ведь есть же у тебя совесть, а рассудок есть. Можешь ты себя придержать. Подожди. Вот послушай, что я предлагаю. Если уж так полюбила, что жить без него нет никакой возможности. Люди, что тут поделаешь. Но меня при этом не будет. Может, боишься, что бездомный останешься? Не бойся. Ты вот в этом доме как была, так и будешь. Он твой. Дом этот. А ты? Ну, обо мне сейчас разговора нет. Мы с детьми другой дом построим. Уедем куда-нибудь и построим. Детей ему не оставлю. И тебя-то оставляю, скрипя сердце, если только сама захочешь. Не пойму. Любит, говорит. А сам тебе в жертву попутским басням принес. Да. Ну, ладно. Дело твое. Вот ты и решай. Скорее. Как решишь, так и будет. А на свидание бегать не позволю. Я за тебя ответственный. Понятно? Вот так она будет сидеть одиноко по вечерам и ждать Ахмеда. Дождь будет шуметь по крыше. А Ахмед придет ли, нет ли? Неответственный человек. А Евдоким и дети будут далеко. И не нужны им станут ее заботы. Ей стало обидно за них. И ужасно, что они уйдут отсюда из-за Ахмеда. А ужаснее всего, что уйдет Евдоким, без которого не было бы ни дома, ни семьи, ничего не было. Невозможно перенести такую несправедливость, чтобы ушел отсюда неудоким. И вдруг ей подумалось, что это я плачу, глупая, ведь Евдоким сказал решай. Как, значит, захочу, так и решу. Кому тут быть, а кому не быть. Ладно, чего там? И так хорош. Ничего, товарищ Макеев. Потружусь за вас. А то у вас, как известно, нет этой привычки чистить станок. Чего? Ты чего сказал? Правду сказал. За станком не смотрите, товарищ Макеев. Ты кому замечания делаешь? Кого учишь? Что думаешь, комсомольский значок нацепил, так ты у меня командир? Шпана уличная, босяк. Шлюхин, выкормыш. Что? Ты что хоть сказал? А ты думаешь, кто она? Она такая есть гулящая. Она такая есть гулящая. Видите, гулящая. А нам не мать, ясно вам? Ясно. Яковлева, нет? Нет. Ясно. Но если ты еще раз затеешь драку, узнай, Чернышев. Буду ставить вопрос о твоем исключении с комсомолом. Я свое добьюсь, ты знаешь. Ладно. Обещаю не трогать. Что, Дуня, молоко стала продавать? На жизни не хватает? Как может хватать? Не такое орает. Почему не хватает? Мы рабочих власти, поисков власти обид не видим. Зайки ему на костюм коплю. Старый-то он совсем что заносился. Чиню, чиню. А, это Катя. Катя! А ну забирай свою! Братюшка! А ну-ка, иди сюда! Это ужас, что люди на себя взвалили. Добро бы свои, а то чужие. Не важно у нас с тобой получается, Катя. Нет, важно. Нет, не важно. Ты нас ругаешь, совсем не дерешься. А он сам. Что сам? А он сам первый. Что? Ну и что же ты первый? А я ему как дала. Чего ты ему дала? Ногой. Ногой дала. Ну? Мама, я сама. Подожди-ка, ты же все право уродишь. Нет, мама, я сама. Пожалуйста, передайте Наташе. Андрей, берехлеб. А, Катерина. А, Катерина. А, Катерина. Наташа! Наталья, ты погляди-ка, что тебе кавалер-то принес. Мне? Кавалер? Да это, наверное, Вовка. Ну что ты, мама, какой же он кавалер? Ой, счастливая ты, Наталья. Мне вот никто никогда цветочек не подарил. Сейчас его, конечно, рановато жениться. Так можно подождать. А он симпатичный. Ну что ты, мама, придумываешь? Он просто товарищ, понимаешь? И больше ничего. Ты, Наталья, чересчур потайная, вот что. Ты что, мне голову дуришь? Да не, что товарищи букет носят. Извини, мама, мне надо заниматься. И мне об этом неприятно говорить. Извини. Такой хороший молодой человек и такой хороший букет и имя, милое, Вова. А ей даже говорить неприятно. Вы подумайте, чего же ей надо, Наташа? Так и будет веки вечные в книгу смотреть. В эту пору стали с пролетарской улицы уезжать молодые люди. То один уедет, то другой. Тот на Амур, тот в Челябу. В Кузбасс, на стройке пятилетки. У нас сегодня собрание было. Ну? Записывали на магнитку. Угу. Так вот, я думаю, что если мне туда податься? А у нас тоже собрание было? Да. Угу. Многие девчонки едут. А ты? Я. Как же так? А так? Да нет, как же так, мы сразу оба и уедем. А старики что скажут? Нет, вдвоем нельзя. Надо кому-то оставаться. Разыграем на спичках? Давай. А я уже записался. Ну, так бы и говорил. А то ходит вокруг долго. Ну, раз я записался, значит я и поеду. Ну, так я же тоже записалась. Как же быть? Надо им как-то сказать. Отец партийный, он поймет. А мать, я даже не знаю, как говорить. Чего стоишь? Ребята где? Ну, чего вы там шляпчетесь? Уезжать собирается. Да вы хоть не сразу оба уезжаете-то. По очереди. По очереди. По очереди. Мама, отец, родные, спасибо за все. Успеха вам и счастья. Наташенька, чтобы туда все ладно было. Катя, кто-то занял. ПО очередь, я на Север-цепко. Конечно, я оставляю. ПО «Затом» и «Затом» и «Затом» и «Затом» и «Затом», и «Затом» и «Затом». И «Затом» и «Затом» и «Затом». Улетели наши ребята Выросли и улетели Законное дело Скучно будет без них В воскресенье тут наши рабочие закладывают новый завод Пойдем, Дунь, поработаем вместе А что, пойдем Что делать-то там? Шагающих экскаваторов еще совсем не было Да и простой экскаватор считался редкостью Миллионы кубометров земли перевернула лопата Товарищи! Дорогие товарищи! Сегодня мы здесь закладываем первый котлован Первый котлован, дай Бог, не последний Ну, с Богом! Эй, черт, где там холодильник? Я проводил! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что так собрание нынче затянулось? Судили одного Из заводского материала утварь делал Продавал свой карман А кто что делал? Мы судили собрание А, собрание Ты на кровать-то не осмотревшись, не ложись Не ровно час придавишь дитя Какое дитя? Вот мальчика Бог послал Это чей же? Стал быть, наш Подкинули, что ли? Подкинули Александром звать Откуда знаешь? Записка была вложена Хорошая имя, Александра Хорошая Можно звать Шура А можно Саня А можно Саша Как понравится Вот тебе раз А где же я-то лягу, а? А ты ложись вот к стенке, а я с ним с краешку лягу Сейчас задавишь ему ночью-то Придется завтра люльку ему сработать То есть кости у него молодые, мягкие Шли годы У Евдокии в семье все ладно было Рос Сашенька, сынок, сердце От Натальи и Андрея приходили письма Наталья осталась в Магнитогорске Замуж там вышла А Андрей пошел служить в Красную армию Исшэн 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 Парас мороженый Парас Ммароченый Парас ммароченый Парасlaw Парас Хороший сяшн Хороший сяшн Конград Открывай В Магнитом В Магнитом Телли Парас Магнитом В там Наталья Подайте ради Христа Ну, садись, поешь Молодая, здоровая, чего не работаешь? А ты тоже не работаешь Я дом держу Вот варю, стираю, шью, детей воспитываю Они твои дети-то Ну, что ж ты, не мои Приемыши Кто-то родил, и тебя мамой зовут Какая твоя заслуга? Ты за них мучений не принимала Пирогом глотку затыкаешь Разумная какая Сто рублей давай Да еще возьму, нет ли, там видно будет Да за что это тебе сто рублей? Ну, она безлинная какая Глядил на нее Подавай 200 рублей А не то отдай сына, слышь? Да ты ж его подкинула Бросила Не ври Ты его украла На суде покажу Нет, метрика есть И свидетель приведу, что мой Ты чужими дитями пользуешься, чтобы не работать Возле печи сидеть Но наш пролетарский суд Он правду видит Он тебе прозитку на чистую воду выведет Двести рублей И то чересчур дешево за пять лет Ну ладно уж Так и быть Дарай двести Нет у меня двести Есть не знаю сколько, посмотрю Катя, побудь здесь, не уходи Вот 170 рублей Ну что ж Ничего Оставили и в палочку от нас Когда у вас в палочку-то? 15 числа Ну-ка садись Пиши расписку Катя, дочернила Пиши Что ты от него отказываешься Что ты ему не мать, а ехидна Принимай же на палочку Принимай же на палочку Это я Сегодня 15-е Я за алиментами Ты что Долшок забыл? Ни копейки не дам Как это так? А вот так Эти деньги мой муж своим трудом зарабатывает На эти деньги дети наши кормятся Ни копейки тебе пьяница не дам Вот ты что Вот ты как Ох, пожалеешь, миленькая Ох, пожалеешь Ох, вспомнишь, Аннушка, пидар Пожалеешь, миленькая Стой Никого и ничего Ничего, Евдоким Ты не беспокойся Ну, я вам покажу Украли детственного ребенка Дорогой товарищ судья Эти вот двое Муж и жена Чернышева А жена и жди венка Нигде не работает И собственный дом у них Украли и пользуются А я ни при чем Хотите, значит, сами Воспитывать вашего ребенка Ну, раз такое дело, что я ни при чем То я не желаю, чтобы они воспитывали Я законная мать Собственноручно его родила А лучше родной матери никто не воспитает А потому прошу, дорогой товарищ судья Поддержать меня, как женщину трудящую Пролетарку истинную Против этих домовладельцев А где работаете? По сбору тельцария А как ваша фамилия? Шкопеда Шкопеда Да не может быть такой фамилии Шкопедар Ну, садитесь При каких обстоятельствах К вам попал ребенок? Откинули И вот она Супруга моя, Евдокия Ивановна Мальчика вырастила Все старалась, делала, что полагается Выкормила из рожка И лечила от болезней И смотрела, чтобы не баловался Не отпускала от себя одним словом А вы что скажете? Я его не украла Я его на крыльце, а на снежку нашла У меня расписка есть Вот Отказываюсь Я ему эхидна Какая-то ерунда У вас вопросы есть? Ну, а где ребенок-то? Он тут Я его привела, в коридоре бегает Я позову Не муточку Я сам поеду Как твоя фамилия? Сернашов А зовут? Саша А отчество знаешь? Знаю, Александр Евдокимович Ну, как Александр Евдокимович тебе живется? Хорошо или плохо? Спасибо, хорошо А где твоя мама? А знаешь, Александр Евдокимович У тебя ведь не одна мама У тебя есть еще и другая мама Неправда Да вот она Шурик, Шурик Моя деточка Ну, Чирина злодей Не узнает Мой сыночек Свою родную мамочку А что, Александр, если тебе перейти жить к другой маме? Ну, пожил у одной Поживи у другой А? Шурик Шурик, пойди ко мне, моя деточка Шурик Именем Российской Социалистической Федеративной Советской Республики Они были счастливы Каждый приписывал успех себе Евдоким думал, что это его показания убедила судью Евдоким думала, какая она ловкая, что догадалась взять с собой Сашу А Саша думал, что судья соврал Не могла та мордастая женщина с красным носом быть его матерью Саша не мог понять одного Для чего судье понадобилось врать Впрочем, он скоро перестал думать об этом И стал придумывать, что бы такое сказать матери Чтобы она сообразила, что следует купить им с Катькой мороженое Так вот простыми своими радостями, горестими, волнениями Жила Евдокия Жила, поживала Павел два года как уехал Снарядили его в далекий город Ленинград В Академию художеств учиться на художника Катя тоже выросла Ей исполнилось 18 лет Она работала телефонисткой на том же заводе, что и отец Ты выдающийся успех умеешь, Катя Во всем зовут управление Самый выдающийся Что успех? Я хочу чувства настоящего и большого Чтобы меня кто-нибудь полюбил Глебоко и страстно Чтоб по ночам не спал И ревновал, и ручится зала Субтитры создавал DimaTorzok Золотыми именными часами премируются Чернышов Евдоким Николаевич и Шестеркин Иван Егорыч АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. Ха-ха-ха! Смотри-ка! Настя! Узнай, с кем это я сейчас танцевала. Ну, знай. Сейчас. Кулисов, звать Митя. Следственный легальщик к нам на завод из Курска приехал. Разрешите. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Ну, не, Павел. До свидания. Звучит музыка. 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ведь дома-то Павел вернулся. Катя. Вот я здесь оставляю кое-что. Очень прошу тебя сохранить. Что это? Нет. Скажи, я сохраню все это, Паш. Я ведь тоже иду. Ой. Мама. Родная. Никогда. Никогда. Родная. Родная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Это я. Письма есть? От Кати. Жива-здорова. В разведку ходила. Катя писала, Андрей писал, а от Павла давно уж ничего не было. Павел, наверное, воюет где-нибудь. Откуда и письма-то не ходят. Это, знаешь, бывает сплошь и рядом. Чего наварил-то? Картошки наварил. В чугуне каша гороховая. Тут рубашка отцу-то велела. Карточки отоварил? Отоварил. За электричество заплатил. Ну иди. Мы с отцом в субботу придем. Иди, дедочка. Поспит. Иди-ка поспит. Иди-ка поспит. Евдоким. Письмо от Кати. Алеша. Господи, да что ж это делается-то? Глядишь, так и нашего Сашу скоро возьмут. Когда ж кончится эта проклятая война. Он мертв. Речи Господь своим учеником. Ныне прославися, Сын человеческий. И Бог прославися о нем. Ах ты, Бог прославися о нем. И Бог прославить Его в себе. И обе прославить Его. Молилась о детях своих. Всем им просила жизни. Все имена перечисляла. Но отчаяннее всего молилась о Павле. Ведь сколько месяцев невесточки. И хотя уже сомнение занозило ей сердце. Да есть ли Бог действительно? Может прав Евдоким? Правы дети? Нету Бога. Если Он есть, Премудрый, Милосердный, То как же Он допускает, Чтобы столько погибло людей. Чтобы столько крови и горя было на свете. Хотя уже запали ей в голову эти мысли. Тем ожесточеннее молилась. Будто условие ставил. Спаси Павла. Сохрани Павла. Тогда уверюсь, что Ты есть. А битва все крепчала. Похоронная? Похоронная. Чернышова. Черезентонат. Почта. Почта. Дуня. Ты поплачь лучше. Ну, поплачь, а? О, Господи. Дуня. Поплачь, ну. Ничего, ничего обойдется. В церковь сходим. И полегшает. Чего я там не видела в церкви-то? Пенехитку отслужим. И легче станет. Кому легче? Брехня все это. Ой. И пришла победа. Пришел мир. Чьи ворота свернет солдат? Свернул в чьи-то счастливые ворота. Скоро и наши вернутся. Катя Паде рвется домой, во сне нас видит. Может, и Андрюша залетит погостить. Скорее бы уж приезжали. Чтоб ты, Наташенька, могла их поглядеть. Наталья, взяв отпуск, приехала повидаться с родителями и показать им дочку. Интересно, какая она стала, Катя. 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 Тысячи километров до отчего дома. Катя. 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 КОНЕЦ 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 Саша? Ага. Здравствуйте. Здравствуй. Большой ты вырос. Вы тоже. То есть ты. Мать на работе? Она сейчас придет. Ваша комната убрана. То есть твоя. Мы думали, вы телеграмму дадите. Но это уж нет. Катя. Приехала. Приехала. Доченька. Мам, это тетя Катя? Да. Катюша. Родная. Наташенька. Слава Богу. На, Наташа. Дай, господи. Ты, главное, Кате ешь. Домашнюю паде четыре года не пробовала. Да нет, Юр. Случалось и домашнюю. Ну вот что. Лена. Давайте выпьем за то, чтобы войны больше не было. Сколько бы мы не прожили. Ну, дочка, что собираешься делать дальше? В работу пойду. Опять по связи? К телефонистку? Пойду, куда партия пошлет. В партию уже. Вступила. Под Ногенбург. Там почти что весь наш батальон полег. Уж как мне хочется, чтобы ты свою личную жизнь устроила. Ну, не вышло, мам. Ну, что? Еще выйдет ты, молоденькая. Мам. Нравится тебе? Ничего интересный. Видный очень. Подлец первой марки. А вот этот? Да я уж и не знаю, что сказать. С лица будь то ничего. А как там? Лучше не бывает. Только убили его в Берлине. Ой. Не спишь, Катя? Нет еще. Я к тебе на минутку. Заходи. Вот ты какая стала, Катя. Не нравлюсь? Да нет. Просто я тебя запомнила совсем еще, девочка. Чуть побольше, моя Лена. Не ты одна росла, дорогая. Другие тоже. Ну, что ж будешь дальше делать? Учиться не думаешь? Конечно, тебе сейчас везде тесновато покажется. А где твой муж? В Германии. В командировке. Он у меня большой специалист. А он воевал? Твой большой специалист. Не ты одна воевала. Другие тоже. Вот что, Катя. Я завтра уезжаю. Ты тут маму не обижай. Это насчет картинки, что ли? Слушай, ведь это же гадость и дикость. Ну, как на это смотреть? Ты что, думаешь, мне эта картинка нравится, что ли? Или Паше покойному нравилась? Молчали же мы. А зачем молчали? Надо быть терпимой. А с какой стати терпеть? Чего ради? А чтобы матери ненужную боль не причинять. Вот чего ради. Да мать умнее тебя. Она даже и внимания не обратила. Не понимаю, что я ее. Все обратили внимание. Только молчат. Чтоб не портить радостный день. Терпит, значит. Не будем раздражаться. А ты чему меня учишь? Так ведь знаешь, до чего угодно. Да молчаться можно, если эту вашу молчанку в принцип возводить. Нет, миленькая. Я того, что мне противно, терпеть не стану. Нет. Катя уехала от родных. Жила в другом городе. Она кончила курс партийных работников. Работала инструктором райкома. Вам далеко, гражданочка? На молочный завод. Садитесь, привезу. Спасибо. Мне просто повезло. Да. Эй, товарищ, до молочного завода подвезешь? До полпути подвезу. До Демушкина. Ну, давай хоть до Демушкина. Счастливо оставаться, товарищ шофер. Бывайте. Всегда в дороге, всегда в воде. Прошло несколько лет. Чернышова из писем знали, что Катя заочно окончила промышленно-экономический институт, поступила в аспирантуру. Из райкома взяли ее работать в областной комитет партии. Евдокия часто думала о Кате. Из всех детей больше всего о ней беспокоилась. Хотела хоть представить себе, как живет Катя. И не могла. Однажды... Побеспокою вас, это мое место. Почему это ваше место? А вот ордер номер 19. Вот понимаете, у меня тоже 19-й номер. Не знаю, не знаю. Уступите мне, пожалуйста, мое место. Я занимаю свое место. В чем дело, граждане? Ну, что же вы выписываете два ордера на одну койку? Ну-ка. Давайте другую. Другой нет. Я, конечно, извиняюсь, больше ни одной нет. Черт знает что. Ну, помиритесь как-нибудь. Я, конечно, извиняюсь, но можно по очереди. Полночи вы поспите, а полночи вы. Товарищ дежурный. Черт побрал от дурацкой истории. Слушайте, неужели вы не можете в конце концов уступить мне койку без всяких этих разговоров? А почему он должен уступить? Ну, хотя бы потому, что я женщина. Не заметил. Кричите вы здорово тогда. А то, что вы женщина, не разглядел, простите. А ну вас, в самом деле, пользуйтесь вашими привилегиями. Слабый полк. Нас упрекают в том, что мы не справляемся с жилищным вопросом. Но, в сущности, только один дом законсервирован, а остальные будут закончены в срок. Разрешите? Пожалуйста. А почему законсервирован именно тот дом, в котором квартиры должны получить работники научно-следовательского института? Люди приезжие, наименее устроенные. Видите, товарищ Чернышова, мы считаем своим долгом в первую очередь обеспечивать жилплощадь для нашей местной кадры. А работники института, это не ваши кадры? Ты когда приехал? С тех пор, как институт переехал из Москвы к вам, это ваши кадры. И вы по справедливости обязаны о них позаботиться. Правильно говорить, товарищ. Чернышова. Чернышова. Пожалуйста, товарищ Порохин. Я поддерживаю точку зрения, товарищ Чернышов. Да что ж получается, понимаете? 20-й съезд партии вынес определенное решение. Люди приехали к вам во исполнение этих решений, а вы к ним спиной. Так ничего не получится, кроме отпугивания людей, это хорошего дела. ГОВОРИТ ПО-АНГЛИЙСКИ Вы? Здравствуйте. Вы, кажется, везде. Но теперь, окажется, не занимаю ваше место. Теперь нет. А вы куда? Домой. А где ваш дом? Да думаю, что в тех же краях, где и ваш. В прокомме работаете, мне рассказывали. А вы? Передаем концерт, записанный по трансляции из Москвы. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Экая сила. И в самом деле музыка способна сделать человека лучше. А по сути, нет ничего важнее, как сделать человека хорошим. Вы знаете, я много хороших людей встречаю. В общем, конечно, много. И все больше становится главное дело. А вот вы, интересно, как чувствуете? Вы стали лучше? А вы? Я? Я стал лучше. Умней стал. Живу чище. Целью стремления, чем жил. Верно говорю. Только... Жизнь от этого легче не становится. Ну и что ж. Да ничего. Просто говорю, что многое в жизни пересматривать приходится. Решать заново. Вот вам простейший случай. Живут муж и жена в любви и согласии. Быт налажен. Заработки у мужа хорошие. По вечерам в театр ходят. Гармоническая семья, так сказать. И вся эта гармония летит прахом. Едва ставится под вопрос столичной квартиры. Ну, короче говоря, когда муж сказал, что уезжает на периферию. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вы не спите? Слушайте, а дети есть? У этих людей что вы говорили? Девочка шести лет. Спать давайте. А вы, кажется, довольны своей жизнью? Я? Не знаю, как вам сказать. Жизнь моя хлопотливая. Мотаешься, мотаешься, устаешь, как собака. Иной раз и причесаться толком некогда. Но я бы, конечно, иначе жить не могла. Ну, правильно. А вы, небось, не приучали вашу жену к настоящей жизни? По театрам водили, а трудности берегли. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А детей обижать нельзя. Ну, спать. Ну, слушайте. Это вы все правильно говорите. Но вы сами знаете, что можно ошибаться по мелочам. Можно заблуждаться. Можно даже изменить друг другу. И все это понять. Но нельзя предавать главного. Иначе тогда кто же мы? Вы согласны? Согласна. Ну, спать. Спать. А у вас есть кто-нибудь из близких? Есть. Кто? Мать, отец. Мама у меня интересный человек. Вы знаете, она совсем простая женщина. Она мне, собственно, и матерью не приходится. Я у них приемная. У нас в семье все приемные. Да что вы, это удивительно. Чего ж тут удивительно? Такие люди. Значит, любите их. Как же их не любить? У них, знаете, даже имена одинаковые. Как так? Отец Евдоким, а мать Евдокия. Удивительно. Давайте спать. Давайте. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Товарищ, вы спрашивали ручьи? Следующая станция ручьи. Благодарю вас. Ну, мне пора собираться. Как? Вы же сказали, что вы домой. Вообще-то домой. Тут еще в ручьях надо сойти. Вела есть. Мой адрес. Да, ваша. До свидания. А что же Евдокия? Давно мы не заглядывали к ней. Вот у нас все аккуратно так же. Только у нас ванна. Справа. Дети съехались на родительское новоселье. Саша, собственно, не приезжал. Он с женой жил вместе с родителями. А вот Наталья с мужем и младшей дочерью приехала издалека. Приехал со своей семьей Андрей. Нам с вами, пожалуй, уж и не разобраться, где кто. Да разве это так уж важно? Не вовремя затеялась дома. Смотри, Катя приедет. Так вот, не приехала же. А вот, приедет еще. Опять неприятность будет. Ну, ничего. Пускай хоть немножко повисит красота. Мама! Катя! Катя! Саша! Катя! Саша! Ты моя хорошая! Саша! Мама приехала все-таки. Андрюшенька, Клавочка! Ну, проходи. Я не одна, мама. Мы сможем. Новый человек входит в семью. Какой ты человек? Покажись, что за душой у тебя? С чем пришел? Нам тут вместе хорошо. А с тобой хорошо ли будет? Здрасте! Хороший человек. С добром пришел. Входи, человек. Ты здесь у себя дома. Спасибо, прошу. Здравствуйте. Проходите. Наташа. Тоня, пойдем познакомиться. Вот видите, как раз по пельмени. Смотрите. Катенька, здравствуйте. Здравствуйте, Тая. Здравствуйте. 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 Субтитры создавал DimaTorzok